13 человек с начала года лишили родительских прав в Петропавловске. Как отмечают в ювенальной полиции, практически в каждом из этих случаев взрослые злоупотребили спиртными. Дети были предоставлены сами себе. Все подробности Нургуля Ахметовой. Полчища тараканов и антисанитария. В таких условиях 33-летняя жительница Петропавловска растит своих детей, одному из которых 12 лет, а второму всего 7 месяцев. Ювенальные полицейские не раз призывали женщину создать нормальные условия для проживания и перестать злоупотреблять алкоголем. Вы же не хотите потерять своих детей? Не хотите. То есть вы хотите их, чтобы они были с вами рядом. На данный момент вы не распиваете спиртными? Нет. Не распиваете. Условия хотите создать дома? Конечно. Но по словам полицейских, дальше обещаний дело не шло. Трижды судьбу этой семьи рассматривали на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Их неоднократно давали матери шанс на исправление. Но в итоге все равно женщину приходилось привлекать к ответственности за неисполнение обязанностей. Теперь ее планируют лишить родительских прав. Конечно, мы всегда стоим на стороне мамы и ребенка, чтобы не разлучать семью. Но на протяжении долгого времени мама не улучшила свои условия, продолжает пить. Сожители приводят посторонних лиц, распивают спиртные напитки. Если женщину лишат родительских прав, ее сыновей, скорее всего, определят в детский дом. Шанс на воссоединение есть всегда, если бросить пить и создать необходимые жилищные условия, отмечают стражи порядка. Но, как показывает практика, не все родители готовы отказаться от пагубных привычек ради семьи. С начала года в Петропавловске 13 человек лишили родительских прав, и никто из них так и не забрал детей обратно домой. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Петропавловск, Хабар, 24.